приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое вот видео боль беспредела назвал или боль без конца и края сумма всех страданий во вселенной это ролик можно сказать продолжение видео которое недавно записал назвал я его велика великая скорбь или пир во время чумы ролики описал в но отвечая на вопрос вообще делясь своими размышлениями о том что очень часто говорят что-то великая скорбь которая названа названа по сути вся книга откровений для кого-то для кого-то времена антихриста ну не суть важно скорбь последних времен кто-то ее по-разному называть там разные сроки кто ставится и 7 лет не 7 лет сегодня ролик не об этом я там в этом видео всем рассказывал и там я вам дал отсылку к книге боль клава стейблза льюиса английского писателя прошлого столетия может как тысячелетия что когда-то я у нее очень интересную мысль тоже прочитал естественно дело не не в каком-то чтении не богословие я все как вы знаете на своей жизни примеряю практикую испытываю ну а что невозможно испытать размышляю и делюсь этим да и вот когда я у нее прочитал действительно размышляя обо всем тоже имеет мысль была очень близка она внутри меня было просто открылась что кто-то думает то считаешь как я а я думаю то считаешь как он я вас к ней отослал к этой книжке но решил все-таки сам найти для вас этот момент зачитать его записать такой ролик в принципе еще то же самое практически пожевать что и в том видео но там больше казар касались книги откровения сегодня тоже в общими фразами хотя и книги откровения все равно тоже немножко поговорим вы помните я создал страничку тут и вот предыдущее видео найдете это на моем авторском христианском сайте христалюк точка руля христалюк рф по-русски можно просто набрать великали великая скорбь или пир во время чумы там мы просто разбирали все подобные места и там просто более по книге откровения разбирал какие есть места говорящие о том что даже те события которые там будет происходить и страдания они даже не все будут казаться святых людей у которых будет на челах печать бога живого многие вещи даже их не коснуться и на этой же страничке я просто решил добавить прям текста из книги клайва чтобы его не искали с кому-то интересное может прям с моего сайта почитать но в принципе все будет на экране здесь пока нету никакого ролика это как раз это видео которое вы смотрите я его сюда и добавлю прям в конец странички это кому нужна прямая ссылка это книга боль автор клайв степлз льюис седьмой пункт называется человеческая боль продолжение седьмой раздел так назовем человеческая боль продолжение и пятый пункт не знаю кто там это уже это сам клайв делал деление ли кто-то потом уже в его книгах это сделал ну можно легко найти я вам зачитаю практически не вырываясь контекста я тогда сказал что книга маленькая на самом деле книга более льюис она не такая уж и маленькая там большой спектр берется всяких тем от грехопадения от того что бог любовь и прочих вещей все он это ну и стран причины страданий детей тоже знаете такие вопросы всем людей на земле поэтому я ее решил освежить в памяти аудиоверсию прослушивала когда нашел тот момент он почти почти в конце но ничего это не добрался вот решил с вами все-таки поделиться чтобы это не осталось я при своими словами вам тогда рассказывал мне осталось неизвестно но я своими словами в том видео первого времени чумы вам об этом говорил ну сейчас мы дословно прочитаем его речи я попрошу вас сейчас внимательно вслушаться то что я зачитаю льюис пишет следующее мы никогда не должны усугублять проблему боли туманными рассуждениями о невообразимой сумме человеческих несчастье этот я давайте до тезис в начале видео о том что якобы существует какая-то великая боль великая скорбь в том понимании что якобы в мире существует какая-то сумма страданий ведь я страдаю щек тут страданий и якобы есть какое-то просто ну место скопище этих страданий до или что есть какая-то боль невероятная которая выше более отдельного человека или что якобы бог все это мы сегодня кстати тему я все-таки затрону якобы бог сеть страдания мира испытывает вот это не тогда вот но в принципе тезис и говорит льюис да мы никогда не должны услугу тезис какой что и существует какая-то невообразимая сумма всех я даже добавлю здесь человеческих несчастье лишь у льюис уже в первом предложении говорит что он как бы дает свой ответ и свое мнение что он с этим не согласен я тоже да надеюсь концу видео вы тоже будете не согласны мы никогда не должны усугублять проблему боли туманными рассуждениями о невообразимой сумме человеческих несчастье ну и льюис предлагает простой человеческий пример допустим у меня возникла зубная боль интенсивностью ну или силу боли до в x в математике помните берем за x какую-то неизвестную вот какой-то константу постоянно вот мне так-то боль болит пусть по 3-балльной шкале у меня зуб болит на 5 баллов да допустим так так же что у вас у сидящего рядом со мной обращается к вам ну я так уж к вам могу к зрителям обратиться у кого-то из вас у тебя кто меня сейчас слушает васи пети маша даша у тебя тоже болит тоже болит зуб также возникает зубная боль интенсивностью в x точно также в 5 баллов а может быть в 3 баллов 2 не суть важно берем даже он горит x и там x то есть одинаково если у меня 5 баллов по 5-балльной из 10-балльной шкалы и болит зуб то у тебя тоже x тоже пятибалль тоже по 5 баллов мы могли бы если угодно сказать что общее количество боли в комнате вот я сижу и вы сидите рядышком у меня боль болит зуб болит на 5 баллов из хотите очень яркий пример это принципе температуры да мы же все меряем себе температуру когда болеем допустим там 37 38 уже ну пусть 38 возьмем да у меня 38 у соседа 38 можем ли мы сказать и ну давайте надо было дочитать как льюис это выдают а потом вот ведь у меня в голову свой пример пришел вы могли бы если угодно сказать что общее количество боли в комнате составляет 2x ну все правильно 2x а 2 умножить на 5 то есть 10 баллов то есть окажется в комнате вдруг появляется боль десятибалльной шкалы и льюис говорит обыщите все время и пространство и вы не найдете этой составной боли ни в чем сознание до нас в комнате двое у него болит зуб по пятибалльной шкале у меня по пятибалльной шкале болит зуб но никто не испытывает в этот момент десятибалль на десятибальную боль зубную боль такой вещи как сумма страданий не существует ибо никто ею не страдает когда мы мы достигаем максимума страданий сейчас очень внимательно слушайтесь то что льюис пишет или говорит когда мы достигаем максимума страданий которые под силу одному человеку любому человеку мы несомненно достигаем чего-то весьма ужасного это так это страшно это ужасно это больно но мы достигаем в это же время максимума страдания возможного во вселенной то есть по одному человеку я сужу о вселенной по себе с уже вселенной моя максимальная боль грубая от которой я потом помираю до проходя какой-то болевой порог то меня пытают да это и был максимум более возможной в человечестве ну у каждого может быть разный болевой порог и вот это в принципе если у него чуть больше и он чуть позже умер значит это максимум боль во вселенной добавление миллиона других страждущих добавлением миллиона других страждущих мы уже не добавим боли ну и теперь я вам привел давайте на мои примеры ведь господь свои кладет действительно с той же самой температуры у меня 38 в больнице лежат множество людей в одной палате 1 2 3 5 10 разные палаты бывают до в разных больницах в соответствии с болячками у меня 38 меня 38 никто не страдает от температуры в 72 в 76 градусов если 38 сложить и 38 никто не страдает от температуры в 76 градусов какой-то еще кружился пример у меня в голове начал читать и забыл хороший ладно может сейчас по ходу вспомню что-то еще прямо в голове надо было сказать хотя бы вслух вы может сами дорисовали никто от этого не страдает никто не страдает от температуры в 76 градусов как бы я не мучился один и как бы даже рядом человек не мучился никакого нету существа нету объекта который страдал бы этой суммарно страданий кто знает илью из это глубоко верующий англиканин христианин говорить ему в ответку что но этом а вот бог есть бог всячески во всем да бог испытывает страдания уже всех грехи понес человека на себе это абсолютная чушь бог не страдает всеми страданиям человека ибо это был самое несчастное существо на земле а бог написано есть благость и счастье это мы можем определить как льюис правильный посмотрев на себя мы рассматриваем мир еще павел писал что через рассматривание видимого мира мы познаем бога невидимого и сущность невидимого здесь тоже самое знаете как бы я всем говорю как бы мы не страдали это тоже все что я говорю я всем говорю всегда мою уже коронную фразу я такой же как вы вы такие же как я все что я говорю относится к реальной жизни потому что я есть вы есть мы все живем и все проживаем одну и ту же плюс минус жизнь несмотря на внешние различные обстоятельства как бы кто не страдал если ты сегодня там разбил машину а я не разбил как бы ты мне не рассказывал как бы я тебе не сочувствовал я не могу пережить того что ты пережил и потому что пережил ты если ты сидишь со сломанной рукой плачешь пусть даже уже сперебинтованы deep в гипсе тебе чуть полегче и это человек который ему и это со сломанной рукой не сидит не может понять того у кого сломана рука он может ему сочувствовать он может сопереживать ему но если эту боль сейчас испытываю не я я никогда ее не переживаю я я умом сочувствую человеку я хотел бы разделить эту боль с человеком я хочу ему как-то помочь облегчить страдание это да я возможно делаю что-то для этого но испытывать эту боль я не могу я умом понимаю я возможно когда-то переживал такое же точно так же в тот момент в один единственное мгновение жизни но сейчас нет сейчас страдает он я не страдаю я страдаю по-своему по сути это тоже боль когда я вижу страдания своих детей как говорят там своих родителей друзей кого угодно домашних животных как называют любых других животных природу когда мы загрязняем уничтожая я страдаю это тоже боль это другая боль она не складывается она не равна той она она даже по характеру другая то боль физическая доходящая до сущностной личность сущностной личности человека это сразу психологическая боль тоже доходящая до моей внутренней личности до я которая страдает но это разная боль он возможно когда-то будет тоже такую испытывать боль но мы сейчас испытываем разную боль он более испытывает от тела да я от того что вижу что он испытывает боль от тела это разная боль это очень важно понимать и более того все прекрасно понимаете поэтому конечно же я к чему тогда в книге откровения конечно там свою ниточку тянул вы помните какими вопросами там задавались потому что какая-то великая прям боль при великая великая скорбь которую надо обязательно избежать особенно я это тот ролик записывал в контексте обличения лжеучения о том что есть какое-то восхищение до великой скорби только потому что будет такая великая скорбь что бог вот своей церкви якобы не попустит быть на земле хотя я в том ролике и в подобных и причине книги откровения вообще при евангелии говорю что разве иисус испытывал какую-то другую боль а все мученики и пророки и праведные люди всех времен народов добрые люди мученики в большом смысле слова когда жену избивает муж или детей да они являются мучениками конечно разве эти люди испытывают какую-то другую боль так вот льюис очень правильно все говорит да что никакая то никакой соприк какой-то суммарной боли не существует бог конечно всячески во всем и он всему дает дыхание и жизнь но он не ощущает все общей боли он не ощущает всеобщей радости конечно противовесы радости но сегодня мы об этом говорить не будем просто скажу что я думаю вы у меня все очень умные понимать что все тоже самое относится и к радости точно так же как бы кто не мог сорадоваться им очень радуемся бываем счастье и наслаждение другому человеку но если мы его не испытываем мы только лишь сорадуемся да можем какую-то радость испытывает тоже счастье от того что мы как бы видим человека счастливого но если она получает отчет конкретного наслаждения от какого то удовольствия мы не получаем мы не можем его испытывать можем только умом сорадоваться вот и все физически как душой и телом и переживать не можем сейчас получает от чего-то наслаждения мы и нет мы решали только на словах все это можем ну словах от как бы исками до тут не подражаются ты не искренне искренне да ты правда радуешься что кому-то хорошо более того Может тебе это не нужна, это радость, конкретно это наслаждение Потому что люди радость испытывают от разного рода наслаждения Кому-то одно хорошо, кому-то другому хорошо У кого-то есть аллергия на разные вещи Кому-то нравится помидор, он его обожает У кого-то аллергия на помидор Но он радуется, и тот ест его и просто кайфует С солюшкой, с хлебушком А тот не может их есть, потому что у него аллергия Но он радуется за то, что тот ест и кайфует А он зато ест бананы и наслаждается, и тоже кайфует А у другого может, у того, кто есть помидоры, аллергия на бананы. Вот и все, он просто счастлив за другого, что тот тоже от чего-то может получать удовольствие. Но они получают разные удовольствия. Ну, я взял оба еда, а там может как угодно быть. Так что с болью все то же самое. Знаете, это действительно так. Боль, которая в мире только существует, она лишь ограничивается болевым порогом. Я вот тут расширю мысль Льюис. То есть болевым порогом конкретного человека. Единственный уровень вселенской боли может действительно просто ограничиваться какой-то вот этой максимальной точкой боли какого-то одного самого человека, у которого самый высокий болевой порог. Все. Только это можно назвать каким-то вселенским болевым порогом. По порогу этого конкретного какого-то человека, который способен вытерпеть самую большую какую-то боль. Но это только один человек. Я все-таки, естественно, к книге Откровения вернусь. Ибо это, как говорится, все-таки ролик продолжения второго того видео. Теперь вы видите, просто я там Льюис вам на словах рассказывал. Теперь мы его прочитали. Но не будем обращаться к книге Откровения. Я своими словами о книге Откровения поговорю. По поводу великой скорби в последних временах все то же самое. Я и говорил, что от того, что мы читаем с вами, как будут умирать все мученики. Причем там не написано, что через какие-то великие пытки, и неважно, образно или прямо, там написано вообще, что в принципе люди будут обезглавлены. То есть опять, возможно, в конце времен будет такая смертная казнь, как обезглавливание, там, неважно, гильетиной, мечом, каким угодно способом, гуманным, некуманным, каким-то лазерным лучом тебе будет эту голову отрезать в современном мире. Это не имеет значения. Это вообще достаточно быстрая и простая, и безболезненная смерть. И что эти мученики чем-то величие, они более великие страдания будут испытывать. Возможно, что отрезание головы каким-нибудь современным лазером намного безболезненнее, быстрее, мимолетнее, чем там в древности рубили мечом или гильетиной, или еще чем-то подобными вещами. А что там, язвы или болячки, которые описаны даже в книге Откровения, они что, сильнее жалят, чем люди мучились от чумы, лихорадок всяких испанок, и чего только не было на земле, и чего только еще не было, современных и ковидов и так далее, и спидов, и холер, и малярии, и чего только не было на земле. А те люди, которые страдали после всяких испытаний, сбрасываний бомб, там, в Японии, в Китае, в Таиланде, в Корее, да, во Вьетнаме, люди что, меньшие боли испытывали, или люди последних времен, я говорил, будут испытывать какие-то большие боли. Что, изменится природа человеческая? Нет. Что, у людей какие-то другие градусники появятся, которые будут измерять какую-то высшую температуру, и что 38-39-40, это уже не будет смертельно для людей, там, 40-42 температура. Нет, все будет то же самое. Поэтому очень важно понять, я об этом много раз говорил, скажу сейчас в этом ролике, что Великая Скорбия, она названа только потому, как мы, и причем, как мы видим из самой книги, величина Скорбия в последних времен будет по масштабу людей, на которых она отражается. Если до этого, у меня нет точной статистики, сколько там померло при чуме, хоть и есть какие-то исторические цифры, ну, мы им доверять можем по стоку по стоку, да, но очевидно, просто доверяя книге Откровения, мы верим, что просто такого масштаба, как там треть, вы помните, половина всего живого, там, все живое будет в океане умершлено, люди, сначала, вы помните, четверть населения при печатях будет умершлена мечом, голодом, эпидемиями, голодом и зверями земными. При трубе, там, вы помните, треть населения умрет от этих трех язв, которые серо, огонь там и дым, что там изо рта у коней выходило, да, все эти образы. Что, чем это будет? Чем чаши гнева, изливаемые на царство Антихриста, все эти язвы, которые будут на людях, они что, будут чем-то от чумы, там, от холеры отличаться? Да, конечно, ничем, все будет то же самое. Лишь количество. Великая скорбь последних времен названа не по количеству сил и боли какой-то там невыносимой, они все будут невыносимы, но они будут невыносимы лично для каждого человека, точно так же, как невыносима, порой даже и любая другая, у меня вон, кто знает, это и экзема, еще есть пару хронических болячек, они все невыносимы, от них от всех хочется просто сдернуться и свалить отсюда, да, ничем они не лучше и не хуже тех последних времен, вот, так что вот так вот, поэтому это очень важно понимание, что по поводу всей великой скорби дело не в качестве, мы в этой жизни, я еще из живых примеров, слушайте, у меня вообще не даже за эту мою недолгую жизнь, были люди и с детства прикованные к инвалидной коляске и ДЦП и аутисты и и кто помнит этого парализованного, как его зовут, забыл, Сергей парализованный, который просто в речку сбросил, прыгнул и шею сломал и 15 лет пролежал с 30 до 45, сколько людей я в жизни общался, сам я пережил и до сих пор еще переживаю, есть у меня болельщики, от которых хочется просто с ума сойти, и сколько я людей таких наблюдал, я говорю, которые страдают и мучаются целыми днями в своей жизни, и от разных других, от кожных есть у меня знакомые, и сам я этими всеми вещами тоже болею, да, вот, и сколько люди страдают, я говорю, а есть куча именно прямо с детства, вы же знаете таких примеров, если уж у вас близких таких нет, посмотрите в интернете, да, где люди действительно с детства просто в каком-то аду живут, вот, я говорю, а они что, меньше страданий, что ли, испытывают? Нет, конечно, это любому человеку понятно, что ихнюю скорбь никак не назовешь более мелкой, чем там великая скорбь последних времен, это очень важно, когда вы задумаетесь, вы поймете, что это так, никакой суммы страданий не существует, нет объекта, который бы ее испытывал в человеческом мире, в животном, в природе, Льюис так и написал, вы не найдете объекта во всей Вселенной, до края ее дойдете, который бы испытывал эту боль вашу всеобщую, или, как я дал пример, температуру, никто это не испытывает, нет этого существа, и даже Бог, который всячески во всем, как я вам на примере живого человека взял, потому что Бог тоже личность, Иисус во мгновение времени не испытывает все наши боли, как и все наши радости, это очень важно, Он присутствует везде дыханием жизни, то есть так же, как мы родили своих детей, они потом когда-то являлись нашей сперматозоидой и клеточкой, ставшими такими же существами, как мы с вами, мы не испытываем то, что испытывают наши дети, мы можем тоже огорчаться, переживать, сострадать, как это говорят, но на самом деле это все лишь слова, как бы я не сострадал, если ему реально кувалда сейчас на ногу упала, я этой боли не переживаю, это очень важно, поэтому никакой двойной боли не появляется, тройной, десятерной, она не увеличивается, это очень важно понимать, поэтому, естественно, вот этими роликами, но я общую тему затронул вообще такой, философское размышление, как говорят, хотя вся эта философия, это жизнь, ну и в частности, глазами, вот на, как надо смотреть на призму, через призму смотреть на книгу Откровения, и на вообще эти понятия великой скорби, потому что есть лживое учение в протестантизме, что там ее пройти, это большая гордыня, это невозможно, да, она будет ничем не отличаться, более того, в книге Откровения вообще написано, что святых людей не все там далеко касаться будет, уж те же самые обезглавливания, как я там и говорил, оно что будет, чем-то величие, чем обезглавливание Иоанна Крестителя за слово правды, за обличение грешников, нет, я говорю, возможно, даже Иоанн Креститель при тече Христов, при обезглавливании, да, мечом, который 2000 лет назад совершали, намного болезненнее, все равно, хоть это в какое-то там мгновение времени происходит, чем какое-нибудь сейчас будет современное обезглавливание в царство Антихриста, там, каким-то лазером, может, намного это будет гуманнее, как это любят выражаться, да. Вот так вот, вот такое вот видео, не знаю, что вам еще вам усолить, говорить, надеюсь, это всем понятно, вот, поэтому страданье есть страданье, мы все с вами знаем их, у нас у всех с вами есть болевой порог, многие из нас с вами в жизни его достигали, посредством каких-либо болей, страданий, знают этот болевой порог, знают, когда просто не хочется жить от страданий, которые ты испытываешь, и, причем, вы знаете, я говорю, неважно ни от чего они, причем, кто этот порог проходил, я один из таких, да, когда его проходишь, там уже не имеет значения, там пропадает даже шкала, ты просто переходишь за ее грани, и все. Вот до болевого порога есть шкала, да, она там ступенечкой, так скажем, растет, когда за нее переходишь, все, там уже еще сильнее, уже не имеет никакого значения, все, там как проходит, ты просто все, ты просто головой бьешься об стену, и все, ты хочешь просто вылезти из этого тела, уже не знаешь куда хуже, все. Вот так вот, есть боль, мы же сами понимаем, но у боли есть порог, да, 36,6 клахическая температура, 36,8 чуть повышена, 37 еще чуть-чуть, но терпимо, 37,5, да, ужасная такая сонная, куматозная температура, 38 еще хуже, 39 еще хуже, 40 тебя уже чуть ли глаза закатываются, у меня была и 40, и 41 даже, да, весь в Ахонии, тоже весь горишь, как этот, непонятно уже где находишься, глаза на закат, причем при обычном гриппе, я помню, было, так что, вот так вот, и поэтому, и это только моя боль, я говорю, мне все равно, кто при этом как болит, меня его боль никак, ни мою не ослабляет, не увеличивает, и я говорю, и никто ее не испытывает, кроме меня, а если кто-то испытывает, он испытывает свою боль, вот и все, так что, вот так вот, поэтому великой скорби, не нечего бояться, последних времен, в том плане, многие из нас, и в этой жизни, и вообще 2000 лет, которые были со времен первого пришествия Иисуса Христа, до второго сейчас идут, многие люди испытывали, я говорю, личную книгу откровений, личную великую скорбь, жили в ужасных состояниях, испытывали невероятные испытания, как бы это тавтологично не звучало, как тот же самый Ио, который там черепком себя кожу сдирал целыми днями, да, в течение 10 лет, вы думаете, он свою великую скорбь не прошел, подобную там чашам гнева, изливаемые на людей, которые тоже там будут, все эти язвы на них появляться, конечно, прошел, прошел он эту школу жизни, прошел, да, так что вот так вот, поэтому здесь, это никому не пожелаешь, я, естественно, я сам рассказывал, что когда в таком, когда святой человек в таком состоянии пребывает за болевым, в состоянии за болевым порогом, если ты святой человек, ты никому, ты врагу такого не желаешь, я вот, я в такие состоянии, как раз о таком размышлял, я об этом делился, рассказывал, я специально думал, вот, когда про ад, все говорят там, в ад грешников, я, знаете, я вот эти свои адские мучения, как я их называю, сейчас их такой силы нету, пять лет я в них прожил, я всем говорил, что я когда представлял, вот любят эти там, всех грешников, какой-то ад там посылать, на вечные муки, я вот представлял, что это вечность, вот, хотя я, мне секунды хватало, чтобы, чтобы с ума сходить, да, я представлял, что это еще вечно, хотя у тебя, когда ты за болевым порогом, я вот рассказываю тем, я не знаю, кто за тем был, все, что рассказываем, и так понятно, когда ты находишься за болевым порогом, для тебя время перестает иметь значение, оно не двигается абсолютно, вот, просто не двигается, не имеет значения ни секунды, ни минуты, ты просто не можешь жить, это просто ад, в котором ты не знаешь, как из него просто вырваться, не имеет значения, секунда 2 3 она для тебя также ужасно и время просто перестает течь просто сходишь с ума для тебя секунда как вечность это это ужаснейшее состояние вот и в такие моменты тогда размышлял особенно и на поэтому знаете я проповедую так за любовь за абсолютную любовь за то что бог есть любовь потому что я его знаю по плоти он не являлся я знаю его по духу я знаю что такое великие страдания да это это ужасно и ты такого когда ты думаешь о таком когда ты испытываешь такой ты понимаешь что ты ни одному человеку в жизни такого не пожелаешь то есть у тебя доброе сердце конечно сердце черное она может и будет такого кому не желать но это надо на одну ада свалиться я в те момент специально размышлял о таком возможно возможно ли послать кого-то на вечной муки воды в ад нет конечно человек сам туда идет и да иисус сказал сможет он выйти сможет когда отдаст сюда последний копейка на раскается потому что пребывание вечно в таком состоянии невозможно это ужас вот так вот а бог есть любовь так что вот так вот поэтому все это временно все мы это проходим для познания жизни для полноты для полноты познания всех ужасов можно сказать жизни всех и всех радости добра и это кстати опять кто к тем же сам рассуждением я узнаете уже закончу ладно полчаса поговорил закончу еще действительно вот этими вечными муками опять же что там якобы да нет это еще не то знаешь что ты будешь в аду там испытывает дело достаточно этой жизни бог прекрасно прекрасную школу жизни для нас создал после грех падения но хоть мы сами своим грехами так скажем для себя обрисовали потому что она она строится за счет бумеранга вот то действительно все что мы здесь испытываем этого достаточно я говорю и ничего большего мы испытывать не можем кто здесь проходил на этой земле от тот уже знает о чем речь потому что как я вам рассказал ты погружаешься просто вечность за болевым порогом ты уже вечности ты 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 это не имеет никакого значения попал ты туда уже по плоти так скажем или нет вот этого достаточно чтобы понять что такое что такое ужас что такое боль настоящая что есть боль который мы можем терпеть какая бы она сильно не было но если еще порог не перейдем к его так называют у нас в человечестве в медицине болевой порог до его предела до можно терпеть естественно в зубы вот уже в самых последних точках но ты еще способен его терпеть переходя болевой порог все ты попадаешь вечность у тебя перестает течь время ты просто сходишь с ума от того ужаса которые испытываешь так вот так что такие вот дела поэтому и муки в аду они точно такие как здесь здесь люди прошедшие все это познавшие истину отрекшиеся от зла творящие добро это уже потом никогда не будут испытывать все поняли и живут по принципу упаси бог сделать какое-нибудь зло и делают только добро не забывать что добро как раз в мире лежащем возле всегда оговорюсь это обличение как раз грешников ради их самих чтобы они вот этого всего не испытывали как заботливо родители говорят дети не делай будет плохо сунешь два пальца в розетку трахнет так что офигеешь вот так вот ты что такие вот дела поэтому не соблазняйтесь на эти какие-то учения всякие мы здесь проходим дело не в последних временах там будет лишь в массовости вы все если печали читаете книгу откровения обращать внимание на все печати ангелов трубящих чаши гнева на царство антихриста изливаемого вы обращаете внимание я надеюсь благодаря моим чтениям уж точно на то количество которое будет всем этим сопровождаться именно поэтому она названа великое великое в плане количества для всего лица земли как единицы не зря там в процентном соотношении все время говорит четверти третье половина все живое там умрет в океане там до в морях океанах это очень важно понимать поэтому там величие лишь величие в количестве огромном количестве в этом великое чего не было до скончания века вот и все поэтому только в этом они в какой-то там планке уровень более вселенной это уровень более одного грубо говоря человека ну пусть самым завышенным болевым порогом вот и все а и и и и и и и Продолжение следует...